Привет, друзья! Немецкое ателье Hofel в качестве своего последнего творения представило проект под кодовым именем HG63, основанный на культовом Mercedes G63. Новый немецкий внедорожник занимает особую нишу на рынке и приобретает его как ценители роскоши, так и любители езды по бездорожью. Так что в ателье подошли с особой серьезностью к проекту. Первое, что бросается в глаза – это эксклюзивная краска кузова. Тем самым в ателье подчеркнули брутальный внешний вид авто. Кроме того, особый гелик оснащен 24-ми коваными колесами с карбоновыми расширителями арок. Из этого же материала выполнен корпус зеркал, а также для удобства было добавлено пару выдвижных электрических подножек во всю длину, которые подходят ко всем четырем дверям. Внутри салон по большей части обтянут оранжевой кожей напа и алькантарой. Такая отделка создает контраст с серебристым экстерьером и добавляет дороговизны автомобилю. Кроме того, в этом гелике предусмотрены отдельные задние кресла с консолью между ними, а передние сидения сдвинуты немного назад для увеличения пространства для ног. По технической части внедорожник остался нетронутым, за исключением новой выхлопной системы с клапанным управлением. Так что четырехлитровый V8 с двойным турбонадувом выдает заводские 585 сил и 850 ньютон-метров момента, что позволяет внедорожнику разменивать первую сотню всего за 4,5 секунды. Ателье не указывает конкретной стоимости проекта, но ранее было сказано, что такой вариант G63 обойдется покупателю в 350 тысяч долларов. Специалисты немецкого ателье Brabus представили программу доработки для двух кроссоверов от компании Mercedes. Речь идет о GLS 63 и о меньшем, но все же не менее мощном GLE 63. Эти модели оснащены четырехлитровым битурбированным двигателем V8 мощностью в 612 сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. GLE 63 S способен разогнаться до 100 км в час всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничивается на отметке в 280 км в час. Показатели более крупного GLS 63 немного скромнее – 4,2 до первой сотни и максимальная скорость в 250 км в час. Это были исходные данные двух моделей. Теперь поговорим, что же интересного добавили ребята из немецкого ателье. Рассмотрев старшую модель можно заметить, что Brabus оснастил GLS фирменным блоком управления Power Extra, благодаря которому мощность двигателя была доведена до впечатляющих показателей в 800 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента. Благодаря чему автомобиль разгоняется от 0 до 100 км в час всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км в час. Поскольку младшая модель GLE немного легче и она получила то же количество мощности, первую сотню ей удается пройти за впечатляющие 3,4 секунды, а вот максимальная скорость составляет все те же 280 км в час. Снаружи оба автомобиля украшены аэродинамическим обвесом из карбона, а также была установлена спортивная выхлопная система из нержавеющей стали и комплект пружин для подвески, что уменьшило дорожный просвет на 25 мм. Что касается салона, ателье использует в отделке только натуральную кожу высшего качества, карбон и вставки из металла. Цены на оба проекта пока не озвучены. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все, так как позже выйдет еще один выпуск. И чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока!